Всем доброе утро, мои хорошие! Наступил новый день. Вчера работники наши закончили грязную работу. И, в общем-то, они уже там понамывали ванны, полы от цемента. От этого, кстати, хорошее средство называется очищение фасадов. Посмотрите на канале у дочки. Она снимала, как это происходит вообще. Как оно растворяет цемент на плитке. У нас большой фронт работы сегодня. У нас сегодня никаких работников не будет. Наши работники, они к нам придут завтра уже. Немножечко осталось там доделать. Там затирка осталась. Но уже такая чистая работа. В общем, ничего резать плитку не будут. Поэтому мы можем сегодня уже всю эту грязь убрать, пыль убрать, что-то где-то разобрать. Еще нам придет... А, нам еще работники поставят мойку, тумбу. Установят ее. И электрик повесит нам полотенцесушитель. В общем-то, у нас ванна готова. Я вчера уже купалась. Кстати, акриловая ванна, я вам скажу. Она мне понравилась больше, чем металлическая, в которой я купалась у дочки на квартире. Она, во-первых, не холодная. Я спокойно села в нее. Она глубокая. В общем, она такая комфортная. Прямо она мне понравилась. Хорошую ванну мы выбрали. Я довольна. Ну, давайте я вам покажу, в общем, что у нас сейчас происходит и что мы собираемся сегодня делать. У нас тут стояли мешки с мусором. Огромные мешки. Много. И сегодня утром дочка нашла там работника, который, в общем, эти мешки вынес. И мы теперь можем здесь еще в коридоре тоже порядочек навести. Кстати, я вчера вот закрывалась, двери нету, завесила пледом и уже было не холодно купаться. В этой комнате полный погром. Мы тумбочку вчера распаковали, чтобы посмотреть, все ли там в наличии есть. В общем, дочка будет наводить порядок. Вот вы сейчас видите, как тут есть. Она вам снимет потом. На своем канале выложит уже видео, как она наводила порядок. В этой комнате мы проснулись. Вот она пока дыню повела в садик. Здесь пока осталось все как есть. Здесь порядок небольшой нужно будет навести. Но, в общем, здесь пылюки, грязюки нет никакой. Здесь у нас закрывается занавесочка. Все прекрасно. Ну, а здесь вы видите у нас мешки, которые и тоже нужно разбирать, вещи. И тоже порядок наводить. В общем, кухня это уже моя зона деятельности. Здесь буду наводить порядок я. И сейчас мы пройдем на балкон. Ну, здесь вот уже на подоконнике пылюка. На балконе у нас резали плитку. Кстати, спрашивали, почему болгаркой режут плитку? Нет ли у них плиткореза? Плиткорез есть. Плиткорезом режут плитку прямо. А вот болгаркой вырезают, если там где-то надо в плитке окошко вырезать. Вот такой вырезают. В общем, здесь от плитки летела вот эта вся пыль розового цвета, такая оранжевая. И она вот осела она здесь. Ну, в общем, нужно будет все это здесь, я не знаю чем, щеткой, не щеткой. В общем, буду сейчас делать. Ну, вот осталось кусочки плитки. Ну, вот видите, болгаркой вот они резали, вырезали. Вот такие вот какие-то уголки, уголочки, то есть маленькие. Да, это нужно было делать болгаркой. Но, слава Богу, что у нас, в общем-то, они сообразили это сделать на балконе, чтобы у нас уже все вещи и вся квартира уже вот этим не покрылась налетом розовым. Видно даже на стенах вот розовый налет. Не знаю, сейчас щеткой, чем-то. Но мы здесь, собственно говоря, немножечко только прошли с водоэмульсионкой. И здесь надо будет еще красить, и еще будем мы делать что-то с балконом. Поэтому так. В общем, короче, моя задача на балконе навести порядок, обратно вернуть в холодильник, чтобы он был у нас в человеческом виде. Пока вот так вот поставили этажерку, накидали на нее тут не знаю чего. И все. И, в общем, вот этот весь вот налет, всю эту грязь надо будет вымывать. В общем, у нас сегодня день чистоты и уборки, и порядка. В общем, будем наводить порядок. А вот тут продукты я накидала вот так в пакетах пока. Просто выставила на ночь и все, чтобы в комнате не стояли. В общем, засучим рукава и приступим. Буду снимать все по ходу. С чего ты начнешь? Ну, с чего я начну? Я вот взяла такую щетку длинную на палке. Я сейчас смахну просто пыль, где достала. И вот здесь тоже вот она как-то смахивается. Ну, ты слышишь, аккуратнее может быть. А потом пластика, протру тряпочка. Ну, в принципе, где я смогу, там я смахну. Тут это снизу. Слушай, а не лучше ли взять мокрую тряпку и сразу пройти? Смотрите, нет. Вот это вот мокрая тряпка, я тебе сказала, будут розовые разводы. Я потом пройдусь, если что, но сначала надо вот это вот смахнуть, глянь. Видишь? Да. Короче, сейчас я щеткой пройдусь, потом тряпкой пройдусь. Ну, потом уже вот подмету и, может быть, протру. В общем, будем сейчас щеточкой работать. Вот это все, видишь, вот налетела. Так что сейчас я сверху начну, и начну потихоньку щеткой все это смахивать вниз, а потом аккуратно подмету и протру. В общем, балкон надо сначала опять приводить в порядок. Вот такая вот ерунда. Тут тоже на трубах везде, видишь, что она заваливается. Ну, ладно, занимаюсь тогда. В общем, девочки мои хорошие, я здесь сейчас по максимуму, что смогла, подмела, щеточкой смахнула вот эту вот розовую пыль отсюда. Я хочу попробовать сейчас еще тряпочкой. Вот здесь вот интересно, будет она смываться или нет. Здесь просто вот этот вот розовый налет от этого, то, что летело у нас вот розовое, как розовый цвет плитки. Вот. Ну, и вот я просто сейчас хочу попробовать. Вот это сейчас тряпочкой. Я думаю, что вот оно тряпочкой, что-то смывается, и это хорошо. И тогда уже сколько я смогу, тогда пыль вот эту соберу. А потом, ну, это уже, наверное, не скоро. Мы, может быть, с дочкой потом уже здесь повторно будем, может быть, весной даже красить водоэмурсионкой. Все равно тут один слой так чисто покрасили, чтобы хотя бы не серое, а белое было. Вот. Ну, и все. Я, наверное, полики сейчас тоже попробую еще тоже как-то вот смыть в эту пыль, чтобы ее прибить хотя бы, чтобы она тут не летала, чтобы обратно мне на место вернуть вообще мой холодильник. А то без холодильника вот просто никак. Так что сейчас я буду мыть, намывать вот этот балкон, порядок наводить здесь. В туалете ванны я уже там все попротерла, там все чистенько. Ну, мы снимать пока туалет в ванну не будем, потому что когда уже там закончится, да, мы все это и доснимаем. Дочка хочет уже снять все готовое, когда будет. Смотрите, девочки, вот стекло грязное, да, вот я вам снимала окна через это стекло. А вот я одно стекло вымыла с двух сторон, и теперь я вам буду снимать здесь закаты и рассветы. Вот, смотрите, как сейчас хорошо тут видно. Ну, а остальные окна мы, наверное, будем мыть уже, когда потеплеет. Где я сейчас смогу, чуть-чуть протру, потому что они запыленные, ну, чтобы было как-то видно. Ну, уже хотя бы окошко одно чистое, уже видно. Пейзажик наш на улице облачный сегодня. В общем, девочки, вот эти окна, которые у нас открываются, вот где у нас открываются раз, два, три окна, я их открыла, помыла с обоих сторон. И там, где дотянулась, вот внизу там рука у меня, я еще немножечко понизу помыла, чтобы можно было вообще снимать пейзажик. Смотрите, сейчас солнышко вылезло. И вообще так здорово. А я сейчас намываю дверь. Вот здесь тоже везде пылюка. Вот эти вот пластиковые окна двери. Ну, здесь везде этот был розовый налет. В общем-то, я уже помыла дверь вот с этой стороны, со стороны балкона. Вот. И сейчас вот мою здесь, видите, здесь вот оно все оранжевое. Видите, вот оно все тут запылилось. И вот эта вот мокрая тряпочка раз, 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 и оно все вниз. Ну, смачивать приходится. В общем, приходится повозиться дольше, чем я это ожидала. Хотя, в принципе, я ожидала, что это не быстро, что это не так-то легко, как кажется. Но он просто времени больше затратит. Поэтому запланированные дела на сегодня, они могут сегодня все не сделаться. Но что-то будет делаться. Дальше самое главное, что наводить красоту и чистоту уже приятнее, чем вот уже возиться вот в этой всей грязи и дышать вот этой пылью. У меня, кстати, наверное, аллергия все-таки на пыль. Ну вот, все, продолжим работу такую. Потом покажу, что уже сделала. А, кстати, девочки, кто-то писал, зачем вы используете водоемольсионку, она типа боится воды. Вот я вам хочу сказать, на балконе стен, если видите, да, вот налет вот этот оранжевый, вот. Я просто беру мокрой тряпкой, вытираю и все. Краска не смывается, ничего. На тряпке только остается вот этот розовый, этот налет. Так что стены я уже почти домыла. Вот они сейчас просохнут. Я быстренько прошла с мокрой тряпкой по стенам. И стены теперь у нас не розовые, обычно белые. И потом также я мокрой тряпкой промою пол. И все, будет здесь чистенько. Ну пол покажу потом, что там получится. Ну все, мои хорошие, я на балконе помыла пыл. Пыль я вообще тут просто заливала водой и как бы собирала тряпкой. Вот эту пыль я прибила. Сейчас я точно знаю, что на балкон выходишь и тут дышишь воздухом, а не пылью. Так что я сейчас дам балкону просохнуть, пока кофе посижу, попью. Ну и потом уже на балкон поставлю назад мой холодильник. И буду уже прибираться вот здесь вот с внутренней стороны. Тут тоже на подоконнике. И пыль и грязь, все, надо порядочек навести. А моя дочурка тем временем тут наводит порядок в этой комнате. В лакоста, в лакоста, в найки, в найки, в рибаки, в рибаки. Ну правильно, надо, чтобы мы знали, где чего искать. Правильно. Я не могу найти свои белые новые кроссовки. Да найдешь все, тут разберешь и уже будешь знать, где чего лежит. В общем, короче, мы обе трудимся, не покладая рук. Пошла я пить кофе. Я сейчас тоже пить. Хорошо. Все, девочки, у меня высохли полы. Я теперь опять свой холодильничек складываю. Вот холодильничек на полочке. Постелила я на полу вот здесь картонки, чтобы нам, если что, босиком там носках зайти по-быстрому. Просто мешки сюда поставим какие-то вот из вещей, которые нам сейчас на данный момент не нужны. Могут и постоять в мешках пока. А вот они санки. На балконе, чтобы продукты у нас хранились нормально, потому что они сейчас стояли в комнате. Там, в общем-то, тепло. Продуктам тепло на данный момент. Все. Не могу даже кушать. Не могу даже обедать. Мне вообще не до еды, честно говоря. Так хочется быстро уже все закончить. Или хотя бы вот самую грязь такую вот уже закончить. Какой-то этап. Знаете, дойти до какого-то этапа. Я не могу есть. Я не хочу есть. Но единственное, что только пью кофе. Пока по времени мне кофе пить еще можно. А потом уже нельзя будет кофе, тогда придется покушать. Поэтому продолжаю работу по-быстренькому, по-быстренькому. Дочка тоже там шуршит. Слышите, как она шуршит? Вон она шуршит. Шуршит. Тоже старается поскорее порядочек навести. Мама возмущается. Говорит, что такое? Убираю, а никто меня не снимает, как я это делаю. Почему я не снимаю? Говорит, я убрала, показала. Убрала, показала. А как я это делаю? Я здесь не могу. Вот я маму снимаю, как она моет полы. Я выдраиваю полы. Выдраивает полы. У нас тогда ребенок сможет спокойно хоть ползать, хоть на коленках. Хоть на голове, на руках, хоть языком может вылезать. Скажи, класс, да? Вот линолеум мыть, одно удовольствие. Линолеум вообще легко. Мограя тряпкая пошла. Отжал тряпкой. Потом полувлажный, потом сухой. А ламинат боишься. Там чуть-чуть где-то это смотришь. Через какое-то время уже что-то там отколупывается, оттопыривается. В общем, девчонки, кайф. Время уже седьмой час. Я еще ничего не ела. Офигеть. Я увлечена. Я когда чем-то увлечена, я забываю про еду. Но я же думаю, сейчас, наверное, вот это вот домой закончу. Все равно скоро за день обижать. Я говорю, тогда уже займусь едой. А мне еще видео надо успеть снять. Так что надо это, торопиться. О, успеть, как ты умеешь? Что у нас, кстати, свет? Вот смотри, какой здесь красивый, яркий свет, а здесь какой тусклый. А я тут буду снимать. Там другая лапа вообще. Давай, домывай скорее, я буду тут снимать видео. Блин, а когда я буду кушать готовить вообще? Когда вообще будем есть? Надо еще приготовить, понимаешь, чтобы поесть. Так мы же в мультиварку бросим все и все, да? И помыть, порезать, бросить. 30 минут ждать. Подожди, салатик у нас есть. Салатик есть, если у нас есть. Ну, сейчас я тебе помогу, быстро набросаем в мультиварку. Все, я сяду снимать. Все, давай. Не останавливайся. Ну, просто ты давай продолжай, а я пошла тоже что-то делать. А то, получается, я такая стою и тебя снимаю, типа я такая командую и ничего не делаю. А я сейчас на свою камеру покажу, что сделала я. А я повесила белье. Ой, да ты что, ну-ка покажи. Смотри, смотри, как красиво. А на белье повесила. Вообще-то я на свою камеру планировала снимать. Ну, ничего, на моих что-нибудь поснимай. Ну, вот смотрите, какой бардак тут у нас. Это мы все вытащили сюда, чтобы здесь хотя бы хоть одной комнатой насладиться. Мы вообще, по-моему, силы не рассчитали свои, да? Ну, просто медленнее, чем хотелось бы все это делать. Мы на завтра еще продолжим. Мы еще линолеум сегодня стелить не будем. Да, что-то мы еще, просто разбираем сумки, что нужно, что не нужно. Все это пока переберешь. Сейчас мы какие-то сумки просто такие, что не срочно убрали на балкон. Там чисто, здесь сейчас чисто. И вон в ту комнату. Давай уже, пока немножко времени есть, лучше вот здесь надо сейчас порядок навесить, чтобы Деня пришел, хозяин наш. Хозяин пришел и был доволен, что у меня. Ну, поехали тогда дальше. Девочки, ну, в коридоре я вымыла полики. Времени катастрофически ни на что не хватает. В общем, ну, по крайней мере, я знаю, что здесь уже нету пыли. Даже если ребенок в носках пробежится, ничего страшного. В общем, самое главное, что мы везде вымыли полы, вымыли балкон, кухню. В общем, везде у нас полы чистые. Пыль везде повытирали. И это главное. Мне даже как-то стало легче дышать, вот честно говоря. И это хорошо. А сейчас я просто срочно образом начинаю готовить ужин. Сейчас надо быстренько так помыть немножко тарелочек, парочку. И буду я готовить индейку. В общем, хочу, наверное, ее в мультиварке потушить, чтобы она там по-быстрому тушилась. А я за это время еще на столе приберусь. Тут тоже еще надо немножко прибраться. И уже все, можно будет, тогда уже придут скоро мои и сядем покушаем. И уже я на сегодня больше ничего не буду делать. Вот только на кухне осталось чуть-чуть на столе прибраться. Вообще хочу сказать, очень не хватает времени. Блин, вот время сейчас уже 25 минут восьмого. Я сейчас только собираюсь готовить ужин, но я вообще сегодня даже не завтракала и не обидала. Потому что мне не хотелось останавливаться. Я хотела быстрее, быстрее все это сделать. Но пока я пила кофе нормально. Кофе я пью до 4-5 максимум. А потом начинаю пить воду. Ну, в общем, по стакану воды хлобысь и все нормально. Ну, я хочу сказать, я пока не чувствую никакого голода. Может быть, это у меня сегодня разгрузочный день, наверное, да? Наверное, да. В общем, ничего, мне лишний вес можно сбросить, ничего страшного. Вот, так что, короче говоря, сейчас что? Все, чистота, готовлю ужин. Все, девчонки, прибрала. Вот здесь пылюку еще повытирала, посуду вот это вот помыла. Короче, здесь вот это вот все на чайниках пыли. Возьмешь в руки, там, я не знаю, банку с солью, банку с лавровым листом. Крышки все запыленные. Все, трешь, 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 трешь. Селена, сила есть. Короче говоря, все. Идейка у меня, я потушила в мультиварке. И не стала там ничего делать. И вермишелька есть, и салатик. Короче, сейчас поесть, наверное, и я растянусь с постели. И все. Уже, вот, честно говоря, хочется просто поесть, честно, и расслабиться. Но я знаю, что когда я поем, я точно расслаблюсь, поэтому я не останавливалась. Ой, ну, в общем, короче, все. Сегодня, ну, по крайней мере, всю грязь выгребли. И уже можно дышать. А то у меня, может быть, и насморк даже от этой пыли. Ну, по крайней мере, все. И, может быть, сегодня уже я лично больше делать ничего не буду. Если что-то будет интересное, я сниму. Ну, теперь уже завтра включусь, наверное. Завтра будем продолжать, в общем, вот это все. Ну, уже не такая грязь, но все равно перебирать там вещи, еще много чего нужно делать. Девочки, пока я не легла спать, что хочу сказать. Мы сегодня все убрали, по крайней мере, везде все вымыли. В балконе там была вот эта пыль, которая летела розово, видели. Здесь полы помыли, там полы. В общем, в ванной, в туалете, в коридоре даже. Там нету линолеума, но я все равно полы прям мокрой тряпкой помыла, всю эту пыль убрала. И я хочу сказать, я сразу почувствовала, что я стала дышать легче. Во-первых, у меня нос сейчас уже не заложен. Он у меня просто дышит, я уже дышу. И мне даже вот вообще, как бы, вот в общем целом дыхание, мне кажется, облегчилось. И очень даже вполне вероятно, что у меня аллергия может быть даже на пыль, вот на эту строительную пыль, вообще на пыль может быть даже так. Вот, так что, ну, вот я, наверное, за этим, вот за этим и за чистотой все время слежу. Ну, потому что, когда чисто, мне легче дышится. Так что, ну, слава Богу, я надеюсь, что у нас вся эта грязь позади, ну, по крайней мере, пока. Вот, пока у нас сейчас уже грязную работу эту закончили. А потом уже, когда у нас будет там штробить, это будет еще впереди, там, не знаю, когда, через месяц, может, позже. Что еще? Двери тоже нам должны ставить. Ну, я не знаю, как-то вот при мне, когда двери ставили, я не видела, что там какое-то что-то там летело особо сильно. Люди пишут, что вроде бы там от двери чего-то летит, что там может лететь. Я, честно говоря, не знаю, не понимаю. Если кто-то может, может быть, в комментариях поясните, что именно там летит. Дерево там его режут, как там летит или что. Что, какого рода пыль вообще это? Вот, прям много-много пыли, я даже не понимаю. Когда штробят, я видела, у меня это штробили. Когда я делала ремонт давно еще у себя, мне проводку меняли, там штробили, было все белое. Вообще был кошмар. Вот, а от дверей, чтобы что-то летело, я не в курсе, честно говоря, что там будет. Ну, пока до этого нужно дожить еще. Что еще я забыла вам сегодня сказать. Сегодня утром постучал к нам пожарник. И, ну, по пожарной безопасности, тут человек пришел, он постучал по соседям, ходил. Ну, вот вышла я еще, вышел один сосед. Вот, и он нам стал объяснять, что во время ремонта, вот я вам сейчас покажу, значит, что я от него узнала, что вот эти вот штуковины, которые вот висят на потолке, он говорит, ни в коем случае не закрывайте их натяжным потолком. Вообще, когда будете натяжной потолок делать, тогда, говорит, позвоните. Он оставил телефон, позвоните, мы отключим у вас, ну, как бы на этаже, отключим эту сигнализацию, потому что она обязательно будет, извините, будет орать. Вот, и потом, говорит, когда закончите ремонт, там нужно поменять батарейки, чтобы оно там не пищало что-то, но это надо будет еще раз у него уточнить, и вообще, как часто эти батарейки менять, я что-то вот этот момент не спросила. Дальше, вот эти вот штуки, которые вот наверху одна, и вот здесь вот одна, вот она у нас сейчас не включенная, хотя розетка тут для нее есть. Я же все думала, что это такое. Он говорит, это газоулавливатель, то есть он нас защищает от утечки газа, если будет утечка газа, и от угарного газа. Вот, и вот тут есть такие вот, как дырочки, видимо, он говорит, чтобы пыль туда не летела. Если какая-то пыльная работа, то, говорит, возьмите скотчем таким малярным и заклейте, чтобы оно не забивалось, потому что, ну, дорогостоящая там штука это или еще что-то такое. Ну, в общем, короче говоря, вот, по крайней мере, пояснил, что это для чего это. Потом на балконе он сказал, вот здесь вот над этой коробкой сверху, там есть такая красная кнопка. Вот там вот, такая красная кнопка есть. И он говорит, можно там кнопку эту, если нажать, там утопить ее что-ли, и тогда мы можем выключить газ у нас в квартире, если нам это будет нужно. Но я думаю, что мы самостоятельно не будем там сильно ничего умничать. Вот. Потом он нам объяснил по поводу выноса, чтобы у нас там дырку на балконе закрыть. Если, говорит, балкон небольшой, то можно, эта труба, она у нас газовая, она уходит на балкон. И там у нас отверстие, почему холодно на балконе. Для того, чтобы там была какая-то тяга, в общем, воздух. Но объяснил, что, в принципе, вывести это можно за окно, за стекло, там специально сделать отверстие и утеплить балкон. Ну, то есть, в общем, это, в принципе, реально это возможно. А еще, что он сказал, вот, кстати, чего я не знала, это то, что, если в доме выключается электричество, допустим, выключили электричество, то вот нам нужно будет, ну, помимо того, что нам нужно будет купить стабилизатор, для чего стабилизатор, я уже что-то подзабыла. В общем, защищает какую-то плату. Я не поняла, какую плату, где, честно говоря, я уже не помню, но у дочки спросила. Вот. Ну, стабилизатор, в общем, нужно будет на квартиру, который, если где-то там ремонтная работа делает, чтобы у нас не выбило свет, чтобы у нас не вырубился свет. А еще, помимо этого, нужно приобрести нам бесперебойник, потому что, когда его нету, если вырубают свет, у нас тогда вырубается вот эта водонагревайка, и тогда у нас не нагреваются батареи, мы будем тогда сидеть в холоде. Вот. И вот нужно будет еще там, что-то он сказал в районе 7-8 тысяч, стоит бесперебойник. Если мы его поставим, он такой, как аккумулятор, то тогда при отключении света у нас будет газ еще несколько часов работать, и колонка будет работать. Вот, ну, знаете, с одной стороны умный дом, вроде там подушка безопасности, как он сказал. Вот, Денька там весится еще и не спит. Вот. Тут у нас от задымления, там у нас от угарного газа, от газа, вроде какие-то вот защиты есть, вроде с одной стороны это хорошо, там вот это вот все везде, сирену, если что, включится, пожарники тут прибегут, охранники прибегут, в общем, тут как бы это все под контролем, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны нужно тогда тут батарейки менять, там нужно этот стабилизатор купить, этот надо бесперебойник купить, ну, в принципе, вот это все если купить, может быть, оно будет все работать. Ну, надо еще, честно говоря, углубиться, я так вот просто поверхностно, он столько много информации за раз выдал, что она у меня еще как-то так поверхностно и уложилась в голове, не утрамбовалась, как говорится, я еще не совсем въезжаю вообще, что к чему вообще здесь. Ну, я думаю, что нужно будет еще вникнуть, в принципе, но в любом случае, он оставил телефон, если что, значит, можно будет ему позвонить, задать, какой вопрос, я так смотрю, он слово охотливый такой мужчина, я на все вопросы, он очень широко отвечает, так что он ответит на любой вопрос. А если кто-то из вас что-то знает, там, может быть, подскажите в комментариях тоже, как бы, новая информация, потому что я, честно говоря, сколько живу, ну, вот я не сталкивалась с такими умными приборами, вот колонка у мамы была, когда еще мы там в детстве получили квартиру, тогда мне было 6 лет, и тогда вот газ был, да, обычная была простая колонка, там спичку вставляешь, вот так вот повернул ручку, фитиль зажегся, потом фитиль зажегся, он погорел какое-то время, в воду открыли вентиль горячей воды, и потом мы зажигали вот уже основной газ, вторая ручка вот так поворачивалась, загорался там газ, вот, и то даже там что-то, где-то что-то не срабатывало, нельзя было воду горячую закрывать, нужно было сначала выключать колонку, а потом закрывать воду, в общем, какая-то там своя была такая система, но она была такая обычная, простая, да подобная, вот, ну, я с мамой жила до 18 лет, и вот тогда газовой плитой, еще газовой колонкой как-то пользовалась, а после этого, где я сколько жила, везде были электроплиты, и то есть никакого газа, я давно уже с ним никак не сталкивалась, не имела никаких дел, я уже вообще забыла даже, так эту печку включать, честно говоря, но доча показала, напомнила, а этот прибор тоже, вот он с такими тут циферками, но она мне, по крайней мере, показала, что здесь эти цифры означают, и вот такой вот панельчик, значит, здесь батарея нарисована, это батарею больше-меньше делать, а это кран, вода горячая, больше-меньше делать, ну, вот пока вот это вот я поняла, что к чему, ну, как вы видите, эта штука горит, она же работает от электричества, это значит о том, что если электричества у нас не будет, значит, вот эта штуковина, как она водонагревает, называется, или как-то называется, в общем-то, она работать не будет, ну, такие вот дела, так, ну, а сейчас время позднее, сейчас мы уже собираемся ложиться спать, я, в общем, лежала, отдыхала, пока Деня там, пока еще не спал, крутился, доча там пока тоже своими делами заняла, занималась, ковырялась, я немножко полежала, так хорошо, потом вспомнила, думаю, а пока на свежую голову информация у меня вдруг всплыла, о чем я забыла сказать, завтра опять забуду, думаю, скажу, потом пойду спать, ну, все, спокойной ночи, до завтра, мои хорошие, всем доброе утро, мои хорошие, начался новый день, вы уже слышите, там уже соседи там сверлят, дребезжат что-то, Денечка пошел в садик, дочка села там монтировать, что-то своими делами заниматься, ну, а я сейчас начну своими делами заниматься, сейчас я вам покажу, на чем закончилось у меня вчера, все убрали, все помыли, в общем, на балконе сейчас покажу, что, и что я собираюсь делать сегодня, на сегодня у меня немного дел, я сегодня хочу смонтировать это видео, и потом начать новое видео, но сейчас я покажу, ну, в общем, на кухне мы тут поубирали все, у нас теперь тут просторно, мешков нету, какие-то вещи там дочка поубирала в своей комнате, и какие-то вещи мы туда отнесли, что-то на балкон, кстати говоря, сегодня у нас с утра дождик идет, вообще я посмотрела наперед на 10 дней, и я вижу, что погода у нас, плюсовая температура и дождь, а была бы минусовая температура, был бы снег, вот, ну и что у нас на балконе тут сейчас, в общем, в правый угол мы тут поставили мешки, тут еще некоторые коробки нужно будет перебрать, игрушки, которые не нужны на данный момент, их слишком много, вот, ну и обратно поставила я свой холодильник, температура в моем холодильнике, сегодня, сколько, 12 градусов, ну, видите, плюс 12 градусов, это, конечно, не температура холодильника, там должно быть плюс 4, но, тем не менее, здесь прохладно, и, в общем, пока что здесь все это может у нас храниться, но, в любом случае, все чистенько, я везде все помыла, помыла стены, и, в общем, вы видели, все здесь помыло, теперь здесь у нас чисто, и у нас даже здесь, вот, окна я помыла, насколько могла, ну, где дотянулась, по крайней мере, по низу, чтобы можно было вам, вот это все снимать, легко уже, можно было, чтобы посмотреть в окошко, через чистое окно, вот, а, тут даже у меня еще и форточка открыта, я вчера ее не закрыла, но и правильно сделала, потому что иногда открываю дверь, мы даже снизили температуру, было жарко уже вчера у нас, ну, пойдемте, посмотрим дальше, что я собираюсь делать, дальше, вот, достала я мешок, я сегодня решила сделать пюре, и пюре топталки, у меня не было, я не могла ее найти, теперь я нашла этот мешок, где лежат все инструменты, там у нас вот эти вот ложки, вилки, там пюре топталки, чесноковыжималки, вся эта дребедень, в общем, здесь много слишком лишнего, я сейчас повыбираю отсюда нужное, и положу в ящичек комода, у меня как раз один ящичек, специально для этих инструментов есть, вот, чтобы у меня было все под рукой, чтобы я могла готовить, ну, и в общем-то, все я вчера перемыла, убрала, ну, где-то еще некоторые детали, нужно будет поубирать по мелочи, на полочках я попозже протру, еще вот здесь пыль дополнительно, потому что сегодня еще придут работники, и они у нас должны доделать, уже последнюю окончательную работу, там установка мойки идет, там где плитку они докладывали, они должны там сделать затирку, вот, они сделают затирку, и все, и они уже уйдут, и можно будет спокойно пользоваться санузлом и ванной, ну, мы уже пользуемся, ну, вы знаете, в общем-то, не очень-то удобно, ну, мы и ванной, и туалетом пользуемся уже, ну, вы знаете, не очень-то удобно, когда работают рабочие, потому что, когда хочется сходить в туалет, при том, что у нас-то дверей там еще нет, то приходится проситься, ребята, можно сходить, ну, чтобы они там побыли в ванной, или где-то вышли, в общем, ну, это, в общем, стесняет, немножко неудобно, поэтому, я уже буду рада, когда рабочие закончат свою работу, и уже можно быть спокойно, наставлять свои флакончики, пузырьки, всякие разные, у нас их много, и пользоваться свободно уже и туалетом, и ванной, вот, жду не дождусь этого момента, но, когда уже все это закончится, это уже попадет в следующее видео, в это видео уже ничего больше не попадет, потому что я, в принципе, сейчас ничего не собираюсь делать, вот, вытащила пюре-топталку, нашла ее наконец-то, сварила сегодня пюре, доча купила селедочку, на обед у нас будет пюре, селедочка, и вот у нас есть там соленые огурчики, может, свежий салатик нарежем, в общем-то, никаких особых дел сейчас у меня не планируется, тут такая работа уже по мелочи осталась, на данный момент, ну, а потом уже, когда рабочие уйдут, потом мы уже завершающий этап сделаем, уберем там, красиво все поставим, в туалете, в ванной, ну, по крайней мере, это уже попадет в следующее видео, вы увидите обязательно. На этом я хочу видео свое сейчас вот это закончить, я еще хочу подготовить вам видео, и отдельно снять простиральную машину, я вроде бы сегодня попыталась начать это видео, но, во-первых, вот это то, что вы слышите, дрель, где-то там по соседству звучит, это мешает, потом дочка, она пока в садик отводила, деймечку, я начала снимать, она вернулась, и тут какие-то другие дела появились срочные, пришлось приостановить эту съемку, я думаю, что когда уже все закончится, тогда уже я сниму полностью видео целиком, и вам выложу просто отдельное видео про стиральную машину, вот, на этом видео я свое хочу закончить, а еще хочу сказать, мои дорогие, несколько комментариев я уже прочитала, скажите, «Селене пусть купит вам стабилизатор», девочки, стабилизатор есть, но, во-первых, он не подходит на эту камеру, а, во-вторых, на телефон там нужно будет снимать, а для того, чтобы купить что-то там, стабилизатор, или новую камеру, или что, но поверьте, сейчас деньги девать, вот, можно подумать некуда, вы думаете, что денег коры не клюют, а на самом деле клюют, вот, и сейчас, короче говоря, вот рабочие закончат свою работу, и склюют очень большую сумму денег, ну, такую, приличненькую, да, естественно, сейчас не до новой камеры, и не до стабилизатора, поэтому уж потерпите, ну, иногда, вот я в руке держу камеру, и, ну, трясется, да, немножко, ну, потерпите, кому нравится мое видео, смотрит и так, но, если не нравится, тут уже никак не понравится, вот, поэтому, кому нравится мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч, мои хорошие, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok